всем привет с вами александр васильев сегодня в поездке решил записать видео начинают звонить начинают писать бронировать трихограмму на этот год и задают часто очень похожие вопросы поэтому сниму несколько коротких видео и кратко постараюсь все объяснить у нас спрашивают что у вас будет в этом сезоне будет трихограмма evanescence огневочная и совочные расы огневочная это маточная культура взята с яйцекладок стеблевого мотылька которые паразитировала природная трихограмма а с овачной раз взята с яиц хлопковой совки которых которые паразитировал а природная трихограмма кому интересно в фейсбуке александр васильев или группа трихограмма в защите растений там можете посмотреть фото видео как и на как у нас это все происходит также будет трихограмма коцеция которые взялись яблони против яблоневой плодожорки и трихо грамма ахея мы и не отлавливали Она к нам приехала, но использует против томатной моли, тут и абсолюты Вот против этих вредителей мы и советуем применять нашу трихограмму Почему мы так носимся с видами, с подвидами и так далее и тому подобное Например, давайте возьмем вот такой случай К вам приходит продавец, предлагает гербицид Вы сразу спрашиваете название Если вам это ничего не говорит, вы спрашиваете действующее вещество Против каких сорняков, на какую культуру Если после действия на следующий год То есть вас уже тут не обманешь, вы подкованы и понимаете Тогда вы спрашиваете цену и смотрите, насколько вам интересен данный продукт и данное предложение То же самое касается и трихограммы Трихограмма это общее название, это род трихограммы А ее описано более 200 видов Трихограмма иванесенс, трихограмма кацетция, трихограмма дендролями Трихограмма пинтая, трихограмма бремфагум И вот таких названий более 200 Что самое интересное, каждый вид заточен под определенного вредителя Он его очень хорошо паразитирует, но только определенного Еще, например, есть трихограмма эванесенс И ученые считают, что это общее название определенной группки И вот есть трихограмма, как я уже говорил, совочная, есть огневочная Вот эванесенс, который лучше паразитирует яйца совок Эванесенс, который лучше паразитирует яйца огневок Французы, например, недавно мы изучали результаты их исследований Они даже пишут, что эванесенс взятые на томате Эванесенс взятые на капусте На виноградной лозе эванесенс Ну и так далее, и тому подобное То есть они там пробовали, испытывали в определенных В своих научных исследованиях 11 видов, 29 подвидов Понимаете, насколько это серьезно? И поэтому визуально отличить невозможно Эванесенс, вот она определяется, например, по строению гениталий у самцов И строению усиков И невозможно понять, с какой культурой она взята Против какого вредителя она заточена И сейчас пытаются с помощью генетического анализа понять А пока в этом разбираются всем То мы берем трихограмму из природы Именно с того вредителя Да, с его яйцекладки Против которого будем потом использовать А у нас обычно как? Купи трихограмму, а против чего? Да против всего И пишут там, паразитируют То 80, 160, то 200 вредителей То есть, ну, у кого фантазия какая? А оно нет Оно совершенно не так И подбор вида, он критично важен Почему я об этом рассказываю? Потому что в определенное время Там в 2000-х годах Заметили, что эффективность трихограммы упала И когда начали разбираться в этом вопросе Увидели, что в биолабораториях Выращивается вид трихограмма пинтые Откуда же он там взялся? А вот для массового производства трихограммы Используют яйца зерновой моли Выращивают зерновую моль Собирают ее яйца И на них разводят трихограмму И вот для трихограммы пинтые Это излюбленный хозяин Это любимый ее объект Она ее супер как классно паразитирует А на примет трихограмму эванесенс Паразитировать яйца зерновой моли Нужно заставить определенными манипуляциями И поэтому, когда трихограмма пинтые Попала в биолабораторию Непонятно каким способом Она быстро вытеснила вид трихограмму эванесенс И в восемьдесят девятом году Институт зоологии имени Шмальгаузена Проводил контроль Собрали образцы Со всех биофабрик и биолабораторий Которые были в Украине И уже эванесенс не было в производстве Была трихограмма пинтая Чем же она Как бы нам так перешла дорогу Трихограмма пинтая Дело в том, что она Хорошо паразитирует яйца зерновой моли В лаборатории Но она не трогает яиц Стеблевого мотылька в природе Хлопковой совки Когда мы отлавливаем природную трихограмму Там попадается там В основном, например, трихограмма эванесенс И еще попадаются другие виды Но они незначительны Их очень мало Но пинтая нам ни разу не попалась Например, в Полтавской области Где мы отлавливаем природную трихограмму Пинтая ни разу не попадалась Поэтому, когда вы ее покупаете И выпускаете на поле Она не дает никакого результата То есть выбросили деньги на ветер Это купили гербицид Непонятно какой Белая канистра Что там внутри Куда использовать И против чего Непонятно У нас на сегодняшний день Мы отлавливаем трихограмму природную Эванесенс Определяем ее И у нас берут матричную культуру Поэтому в Украине есть производители У которых есть трихограмма эванесенс И вы можете при покупке спрашивать Покажите, пожалуйста, какой вид И покажите документ Эта видовая оценка Делается в институте зоологии Имени Шмальгаузена Город Киев Там есть Фурсов Виктор Николаевич Человек, который работал во многих Ну не во многих Я знаю, что в Японии В Китае Во Франции В Англии В Турции Еще где-то он там был Ему присылают трихограмму со всего мира И он определяет виды И описывает новые Поэтому это не просто такой Ну, этот человек довольно известный У меня на странице и в группе Координаты его есть То есть при покупке трихограммы Спрашивайте его в видовую оценку Там написано, какой вид Кто прислал Когда прислал Там есть фотографии прикреплены Самое главное, что Мой совет Спрашивайте, чтобы эта видовая оценка Или видовая идентификация Как я называю Была свежая В Европе, например Производители ежегодно проходят Вот такую проверку А у нас Кто проходит А кто и нет Вот так вы можете себя обезопасить Спрашивайте, чтобы Документ был свежий Вот мы, например, прошли Перед Новым годом И если получится Еще перед сезоном пройдем Мы немножко у нас Мы переживаем по этому поводу Поэтому проходим проверку часто Там два раза Три раза в год Поэтому и вы Когда покупаете Спрашивайте А покажите документ Потому что есть такие товарищи Которые Ну в этом году мы знаем Кто у нас брал Маточную культуру И кто проверял А знают, что в прошлом году У нас там выдуривали Трихограмму Вот такие есть производители Есть те, кто Позвонит Говорит, мы хотим Перейти, например Мы хотим Чтобы у нас была Трихограмма Иванесенс Они там консультируются С нами Мы с ними общаемся Там помогаем Рассказываем о своем опыте Они рассказывают Как-то о своем И у них там получается Они потихоньку переходят А есть такие Которые Подошлют кого-то Там дедушку Бабушку Там придет Кто-то купит А потом Раз От юрлица Она уже там в Киеве На определении И получают документы А в производстве Своем абсолютно Ничего не поменяли Мне один такой Производитель сказал Ничего страшного Сегодня один клиент А завтра другой На всех хватит Поэтому спрашивайте Чтобы сертификат был свежий Чтобы вы не были Ни первым Ни вторым А чтобы вы купили Именно то Что у вас будет Работать на поле Вот такое короткое видео У меня на сегодня все Всем пока До новых встреч